Следуя требованиям технического регламента таможенного союза, российский НПЗ находится в стадии перехода на производство дизельного топлива 5 класса. Перед нами была поставлена задача повышения производительности, качества. Мы понимали, что колонна должна работать в условиях загрязненных сред, а именно куб колонны, а также обеспечение требуемого диапазона производительности. Мы готовы к внедрению технологии изомал-4. Мы сейчас ведем предпроектные проработки на нескольких заводах. Я думаю, что придет время и с этой трибуны я вам сообщу о результатах первого промышленного внедрения технологии изомеризации C-70. Здравствуйте, дорогие друзья! Это телеканал «Конференция ТВ». Смотрим конференцию по технологиям нефтехимии России и стран СНГ. Итак, вашему вниманию вторая часть. Спасибо, Колин, за возможность выступить. Где-то мы приблизительно раз в полгода встречаемся, и вроде аудитория, так сказать, приблизительно одни и те же люди. Вроде казалось бы, что нового еще можно рассказать раз в полгода о реконструкции и модернизации нефтехимиирующих заводов. Поэтому я на целом ряде вопросов, которые до меня уже, так сказать, обсуждали, они будут подробно останавливаться. А мне хотелось сказать, что вот с апреля до сентября, казалось бы, срок небольшой, очень много произошло изменений, вызванных прежде всего политическими вопросами, тем, что, так сказать, вот Крым присоединился, тем, что санкции появились, тем, что кредиты, очевидно, уже не будут так давать под такие проценты, как раньше. И, безусловно, это все отрицательно сказывается уже сейчас на модернизации и реконструкции. Ну, я не буду подробно останавливаться на каких-то, так сказать, таких глобальных вещах. Здесь уже все рассказали. Мне хотелось бы рассказать о конкретной ситуации и, как я вижу, как мы будем выходить из этого. Ну, по существу такие, ну, это вот я дал ситуацию в российской нефтепереработке, ну, много критиковали. Главное, конечно, критикуют нас уже не за то, что некачественные нефтепродукты, хотя это порой случается, а в основном идет критика за то, что не вкладываются в процессы, которые углубляют переработку нефти. Ну, и это, безусловно, один из самых, так сказать, важных вопросов, так как мы все понимаем, что если такая будет глубина переработки и государство не будет помогать, то, безусловно, нефть продавать лучше, чем перерабатывать на российских заводах. Это мы все понимаем. И даже такие хорошие заводы в Европе, некоторые наши нефтяные компании, с моей точки зрения, необдуманно, но покупали заводы в Европе. Сегодня эти заводы приносят огромные убытки. Не хочу называть компанию, вы, наверное, ее сами знаете, но когда купили один завод в Европе, он давал минус 500 миллионов долларов убытков. Сейчас героическими усилиями менеджеров компании удалось сократить до 300 миллионов. 300 миллионов долларов в год дает один завод в Европе убытков нашей российской компании. Это можно было бы много модернизировать нашей российской компании здесь, на российских заводах. Я привел четыре основные проблемы, я считаю, мешающие нашей нефтепереработке, нашему развитию. Безусловно, прежде всего беспокоит эта неясность налоговой политики. Я взял очень хороший слайд Петромаркета, как это у нас исторически все развивалось, почему все время правительство хочет, чтобы поднялась глубина переработки и почему она все время не поднимается. Вот это очень интересно. Казалось бы, значит, кто-то сопротивляется. Или, как в сталинские времена говорили, кто-то, какой-то враг окопался на той самой территории. Почему у них там все хорошо и у них 90% глубина, а у нас, как мы не стараемся, сколько не принимаем постановлений, сколько, так сказать, совещаний не проводим. Сейчас уже даже Госдума подключилась, исключительно борется, как поднять нам глубину переработки. Ничего не получается. Вот мне кажется, первое и самое главное – это неясность в нашей налоговой политике. По существу все время лоббируется нефтяным лобби, что нужно обязательно держать такие пошлины, которые позволяют спокойно средненьким заводам, ну и большим компаниям, особенно не думать о строительстве установок по глубокой переработке, потому что они затратные. Кстати, четырехстороннее соглашение, о котором сейчас все говорят, как о хорошем, так сказать, завоевании правительством, это действительно так, оно, в общем-то, было прежде всего нацелено на качество нефтепродуктов. Сейчас качество нефтепродуктов у нас улучшилось. Выбросили из классов 3, 4, 5 октановое число. Стало легче. Поэтому класс 3 выполнили легко, класс 4, наверное, выполним тоже легко. А главное – это что, так сказать, количество бензинов 3 класса – это в основном 92-й бензин, а не 95-й, как должно быть. Это, в общем-то, уже никто суда не обсуждает. Ну вот долго говорил Денис о маневрах и даже сказал, что принято решение. Я не слышал насчет того, что принято решение. По-моему, только Минфин высказал, что его не удовлетворяет то, что говорит Минэнерго. А Минэнерго, в общем-то, говорит, что 100% мазута надо пока забыть, а потихонечку повышать. Вот налоговый маневр разработан такой. К 2017 году мы все знаем, как регламент у нас должен был запущен быть в 2008 году. Сейчас потихонечку перешел к 2015 году. Поэтому то, что можно, в принципе, какое-то время получить. Ну и видно это хотя бы потому, как у нас глубина переработки движется. И правительство сказало, что будет в 2020 году 85%. Уверяю вас, не будет. Ну что-нибудь придумаем, скажем, что есть объективные причины. В чем такая у меня убежденность, что этого не произойдет? Вот смотрите, как у нас активно первичка увеличивается. У нас когда-то было 270 миллионов переработки мощности. Мы давно это дело забили. Везде, во всех планах. Значит, тогда, если мы строим какие-то установки глубокой переработки, значит, естественно, должна глубина расти. Но если у нас количество первичек увеличивается, за последние 4 года на 30 миллионов тонн увеличилось. То есть, уже сейчас 305 миллионов мощности переработки. То, как бы мы не стремились построить установки глубокой переработки, все равно будет те же 70%. По известному анекдоту, когда «Земля проклятая», говорят. Вот такая же самая будет ситуация. На самом деле, в тихую строятся мощности по первичкам. И говорят, что это замена старых. Но замена не старых, на плюсе идет. И вот то, что мы имеем, мы имеем и по глубине переработки. Ну, я хочу сказать, что по глубине, по первичкам нам-то более-менее все ясно. Технологии, в общем-то, российские достаточно отточены. В общем-то, позволяют быстро строить, недорого. Хотя, особенно те компании, вы их тоже хорошо знаете, которые решили, что теперь надо все под ключ отдать иностранным компаниям, планово повышают уже стоимость первичек в полтора, а то в два раза. Но так как это все планово, и все это считается нормальным, то поэтому никто не боится поднимать цены на эти установки. Так как эти установки все-таки меньше стоят, чем гидрокритинга, поэтому это все достаточно проходит спокойно. Вроде динамика инвестиций большая, да? Вот смотрите, как у нас она растет. И, в принципе, компании, наши ведущие, собираются и дальше вкладывать. Казалось бы, все должно быть хорошо к 2020 году. Почему я говорю о 2020 году? Потому что вот это было постановлением правительства, что к 2020 году все будет хорошо в нефтепеработке. Поэтому мы взяли это за базис. Сегодня уже осторожно Минэнерго говорит, ну, то, что в 2020, наверное, будет к 2022 году. Может быть, к 2023. Но потому как все строится, я сейчас-то некоторые такие факты приведу, мне кажется, что будет затягиваться. Тем более, у меня такое впечатление, что развитие Крыма сейчас более важно, чем развитие нефтепереработки. Поэтому инвестиции, они, в общем-то, вроде бы на бумаге пишутся, но не так активно сейчас инвестируются. И мы это видим на целом ряде, особенно объектов глубокой переработки. Ну, вот я привожу то, что мы, я имею в виду нефтепереработчики, сдали по качеству нефтепродуктов. Видите, достаточно много установок, особенно по гидрочистке дизельного топлива, чтобы получить евро. Класс 4, класс 5. Здесь евро 4, и класс 4 по дизельке, они совпадают. Хочу сказать, что очень хорошо работает установка изомеризации на московском нефтеперерабатывающем заводе. Хотя еще одна причина, которая очень сильно, так сказать, сегодня тормозит реконструкцию, эту модернизацию, это невероятное усиление позиций Ростехнадзора и госэкспертизы. Сегодня пройти госэкспертизу, это все равно, что совершить подвиг. Потому что Ростехнадзор потихонечку, функции Ростехнадзора отошли к госэкспертизе. Госэкспертиза теперь всего боится. Ну, и это сказывается на том, что сегодня, вот мы, например, повторная госэкспертизу проходим для московского завода. Парадоксальная ситуация. Установки работают уже два года, а мы еще раз проходим госэкспертизу. Ну, понятно, что целый ряд серьезных пожаров и взрывов, среди которых особняком, конечно, стоит Ачинский. Это действительно трагедия, которой у нас не было в нефтеперерабатывающей промышленности уже давно. Это, конечно, сильно сказывается. Сейчас на наших правительственных органах идут беспрерывные совещания, учат уже, как надо запускать первичную АТ, ВТ, ВТ, это уже учат на уровне заместителя министра, потому что, оказывается, наши переработчики не знают, как запускать, и поэтому происходят такие взрывы и пожары. Ну, это вопрос, который серьезно сейчас усложняет реконструкцию и модернизацию. Есть еще вопросы, которые сильно сегодня усложняют. Это, как ни странно, некачественность оборудования. Первое некачественное оборудование поставляется, второе поставляется очень медленно. Но есть у нас рекордсмены, которые, например, по гидрокрекингу по Татнефти, они, например, как российские, так и западные, например, на год опоздали с поставкой оборудования или на 8 месяцев, понимаете? Причем ключевые моменты, вот если говорить о импортозамещении, а, в общем-то, здесь сидят многие из иностранных компаний, говорят, да нет, с нами ничего не будет, мы с вами так же будем работать. А ползучая все-таки, существует опасность, что будет как в Белоруссии. То есть, да-да-да-да-да, а потом сорвут. Поэтому, безусловно, думать надо три вопроса, вот это вот насосы, компрессоры и кипоавтоматика. Вот три вопроса, где у нас, я бы сказал, все в тяжелом состоянии, российское. И здесь, конечно, вот, например, самые оказались худшие компании для гидрокрекинга в Нижнекамске. Это итальянская габионета, насосы. Это хамон французский. Рекордные, рекордные вообще сроки. Более того, поставили некачественное оборудование. Сейчас приходится все переделывать, запчасти приходится довозить. Так очень неприятная ситуация. Ну, а у нас рекордсмены, это, безусловно, Волгодонск, где с колонной опоздали на год, потом у них банкротство, потом у них смена руководителя, потом мы поставили почти металлолом на площадку, собирали эту колонну. В общем, такая была тяжелейшая ситуация, говорящая о том, что не только иностранцы, но и наши российские компании не очень хорошо работают. Вот посмотрите, что касается из установок глубокой переработки нефти, в основном вводится то, что только идет глубины переработки 75%. То, что с 75 до 100, можно говорить только о замедленном коксовании. Но я не буду повторяться, хочу сказать, что из трех гидрокрекингов, которые запущены в 2014 году в России, вот Татнефтьевский работает очень хорошо, с января месяца, в общем-то, ни остановок, ничего, намного тяжелее ситуация в Киришах, где тяжело очень пускался. Но, во всяком случае, это все-таки шаг вперед к тому, чтобы достигнуть хотя бы 75% глубины переработки. Вот большое количество планируется к воду гидрокрекингов, вакуумного газоиля. Хочу отметить, что наибольшее количество это в Роснефти, но проекты идут очень медленно. Тоже сроки постоянно переносятся. Наверное, и инвестиций не так много вкладывается. Из тех работ по гидрокрекингу, которые мы ввели, это был гидрокрекинг вакуумного газоиля в Рязани, мы сделали проектную документацию, с первого раза прошли госэкспертизу, но потом мы Роснефти изменили планы, и у нас эту установку отобрали. Сегодня, в связи с тем, что нехватка проектных работ, мы это, кстати, себе тоже ощущаем, они отдали своему институту Самара нефтехимпроект. Те установки, которые планируются к воду по каталитическому крейтингу, тоже идет достаточно, так сказать, сроки все время переносятся. Но ожидается, что все-таки к 2015-2016 году многие из этих установок будут выполнены. Хотелось бы отметить, что здесь очень большой опыт есть российских разработчиков по каталитическому крейтингу в Нижнекамске. Из тех вопросов, которые мы хотели бы, если мы хотим довести хотя бы до 85%, сегодня это три направления. Замедленное коксование, гидрокрекинг-годроны, гидроконверсия. Вот как у нас здесь развивается ситуация. По замедленному коксованию есть технология российская, правда она не очень пока применяется, только сегодня в Тонека. В то же время достаточно много установок планируется ввести по замедленному коксованию. По существу это самый быстрый способ поднять глубину переработки. Следующее направление это гидроконверсия, конверсия, которую разработал Институт нефсимического синтеза под руководством Хаджиева. Хочу отметить, что сейчас мы ведем проектную рабочую документацию по этой новой технологии на Тонека. Планируется построить к 2016 году установку на 50 тысяч тонн. Если установка это будет работать, то практически это даст прорывную технологию России на несколько десятилетий вперед. Ну и хочу отметить, что в Лукоиле, в Нижнем Новгороде впервые в России строится, проектируется и строится гидрокрекинг у дрона по H-Oil, по Аксенсу. И достаточно тоже здесь хорошие идут показатели. В то же время мы все с надеждой смотрим, чтобы получилась в Китае в сентябре пуск VCC. Параллельно вы знаете, что VCC купила TAIF. Сегодня проектирование там закончено, идет строительство, большая установка на 4,7 миллиона тонн. То есть многие выражают скепсис, что это ничего не запустится. Но вот в сентябре в Китае посмотрим. Установка типа гидроконверсии гидрона в Италии как вы знаете работает достаточно периодически, идет закоксовывание и на сегодняшний день все-таки это вот катализатор с молибденом он достаточно пока вызывает вопросы, что будет идти все четко. Аксенс по каким-то причинам остановила эти работы, поэтому здесь вот конечно есть опасения. Из технологий российских я считаю, что сейчас мы должны это особенно развивать, я уже говорил о том наборе в первичке, в каткрейтинге, в коксовании, вот еще один пример изомеризации легких бензиновых фракций, гидроконверсия гудрона. В принципе можно сказать, если господа из стран Европы, которые поставят санкции и не будут нам давать технологии, мы в принципе своими технологиями можем закрыть новые процессы по переработке нефти. Последняя, пожалуй, о которой не могу не сказать, это то, что идет переработка сегодня более высокосернистых нефтей, доля нефти с содержанием серы больше 2% увеличивается, это создает тоже дополнительные трудности при модернизации реконструкции заводов. Я вхожу в рабочую группу при министерстве, мы каждый месяц это обсуждаем, и каждый месяц транснефть радует, что все более и более сернистые нефти будут поступать даже на те заводы, которые не приспособлены к этим нефтям. Вы понимаете, что это такое, да? Плюс ко всему, вот я был вчера в Киришах, и генеральный директор завода Сомов говорит, что нефтяники еще хитрят, мудрят, сейчас вводят в нефть специальные добавки, которые гасят сероводород, чтобы им комфортно было, а на заводе мы получаем, к сожалению, нерастворимые эти добавки, которые забивают аппаратуру, и большая проблема теперь переход с одного года на трех, на три года работы, если эти добавки будут вкладываться. В заключение мне хотелось бы сказать, что вне пенефть продолжает участвовать в крупных проектах и в добыче, и в переработке в нефтехимии. Сейчас достаточно трудный период, переживают проектировщики. С одной стороны, идет вплоть до остановки полное замедление реконструкции и проектирования. С другой стороны, беспрерывно идет тендерирование, но просто за тендерирование, или как там называется, то есть все всего боятся, понимаете. А почему? Потому что идет сравнение, оказывается, что кто-то что-то там перестратил, или что-то там лишнее где-то чего-то взял, потом это коррупцией называется и так далее, и так далее. Поэтому вот сейчас идет тенденция, вы знаете, что, наверное, если так мы будем жить и дальше, то скоро у нас будут не нефтяные компании, а будет опять-таки Министерство нефтяной промышленности. Потому что так потихонечку Роснефть расширяется. В этом году еще одно поглощение было в лице Альянса. Вот очень какие-то такие идут непонятные следственные вопросы по Башнефти. Если Великий Евтушенко вызвали наследствие, значит, это может быть тоже, так сказать, расширение Министерства нефтяной промышленности. Поэтому, но с другой стороны, чем хорошо было в Министерстве нефтяной промышленности, тем, что там уж если одну установку протендерили, то остальные цены вообще были бы такими же. И то не надо было опять тендерить. А сейчас у нас каждая компания приходит новые люди с удовольствием тендерят это все дело. И, результате растягивается на годы. И это, конечно, очень сказывается на проектировании, потому что беспрерывно останавливаемся, потом начинаем работать, потом опять останавливаемся. Есть компании, вы их все хорошо знаете, которые тендерятся годами, оборудование, то иностранное выбирают, потом импортозамещение российское, сейчас санкции отмены, опять будет импортное, опять будет, наверное, импортное выбирать. А проектирование останавливается, поэтому установки достаточно долго проектируются, делаются. Это тоже очень мешает модернизации и реконструкции нефтеперерабатывающих заводов России. Ну, дай Бог, чтобы в раз не отменили все льготы для российской нефтеперерабатывающей промышленности, потому что мы понимаем, без льгот сегодня, на самом деле, нефтепереработка, она сегодня, к сожалению, генерирует не самую лучшую маржу, и когда это все начинают сравнивать, то все уходит в пользу нефтедобычи, и на нефтепереработку все меньше и меньше остается внимание и денег. Спасибо. Спасибо, Владимир, это была очень интересная презентация, а сейчас у нас есть возможность задать уважаемым докладчикам вопросы. У нас был широкий диапазон тем, освещенные, наверняка у вас припасены вопросики для наших участников, для наших докладчиков. В продолжение того, что сказал Владимир, у меня вопрос, даже два вопроса Владимиру. Много лет тому назад российская технология при поддержке правительства не развивалась. Какова ситуация сегодня? Усиливается ли поддержка научно-исследовательских институтов в России для разработки новых технологий? Я бы сказал так, денег выделяется много, но мне кажется не туда, куда надо выделять. Поэтому тратится денег достаточно много, но в результате до промышленности доходит очень мало. Я имею ввиду готовых разработок. Поэтому если не поменяется эта ситуация, тоже говорят, где-то кому-то что-то помогло, кто-то кого-то пролоббировал, поэтому получают деньги одни, осваивают успешно, а так сказать, те, кто должны получать для развития, они их не получают. Вот такая, я бы сказал, сейчас ситуация. И много таких примеров. У нас есть, между прочим, наш проектировщик стал сенатором в Российской Федерации. в Сенате работает, и вот он рассказывает, что периодически идут разборки, дают сумасшедшие деньги под проекты, что-то там в носу. Помните Парайкина? Поэтому если общая тенденция, я хочу сказать, что правительство дает деньги, может меньше, чем Соединенные Штаты Америки и страны Европы, но назначение далеко не так эффективно, как должно быть. И поэтому российские технологии в нефтепеработке сегодня все-таки больше, чем было там, мы их положим, 10 лет назад. Но с другой стороны, сегодня уже российские нефтяные компании, они как-то уже все протендерили в пользу иностранных компаний. И уже российским компаниям по новым технологиям сегодня мало что достается. В основном мы работаем под ними. Вот это сегодня, к сожалению, такая ситуация. Алексей, а Вы как считаете, может быть, поделитесь мнением «Газпромнефти»? Вы поддерживаете новую технологию по переработке гидроконверсии гудрона Хаджейского института? Может быть, Вы хотели бы сказать что-то по поводу усилий «Газпромнефти» в области развития местных технологий? Да, «Газпромнефти» была и остается компанией, которая готова покупать инновационные решения в том числе российских компаний. И мы с удовольствием поддерживаем. Один из примеров это российская компания изомеризации на заводе. То есть мы пошли на это, построили установку и надеемся, что и в этом случае удастся во-первых получить результаты на пилотной установке в Татарстане и в последующем мы сможем ее использовать на наших опытно-промышленной 50 тысяч что? Ну она опытно-промышленная да, это исходные данные для промышленной установки. Надежда на то, что потом они смогут использовать исходные данные на следующем этапе. Спасибо. Да, спасибо. Вы знаете, мне кажется, очень важно чтобы технологии разбирались вот в новых технологиях. Мне кажется, Владимир как раз упомянул Саназара, да, в Италии. Там как раз была ситуация, когда они работали с небольшим, с небольшой опытно-промышленной установкой, пилотной установки, а вот на коммерческом масштабе уже пошли проблемы. И то, что работает на бумаге, к сожалению, не всегда работает на практике. Когда начинаешь браться за новые технологии, надо очень четко понимать, каковы риски по сравнению с потенциальными какими-то преимуществами. А сейчас у меня вопрос к Денису. Денис, вы много говорили о меняющейся налоговой ситуации, мотивации и стимулам инвестирования. Но если идет постоянное изменение неопределенности, как компании будут инвестировать в проект Lamsam TentK, подключим? и поправок, которые были внесены в два самых важных документа, налоговый кодекс и закон о том же тарифе, то счет уже на десятки идет. Понятно, что такая неопределенность не добавляет оптимизма и не может служить дополнительным фактором для роста инвестиций. Хотя еще раз повторю, в целом концепция такова, что пошлины на темные будут расти. Кстати, Владимир сказал, что относительно того, что обсуждается, действительно, я упоминал, что это пока проект, но он выложен на сайте Минфина, и поскольку в этом процессе именно роль Минфина все-таки, а не Минэнерго, она является такой важной, потому что у нас именно Минфин отвечает за государственный бюджет, и его позиция по целому ряду вопросов является ключевой. Раз вот это предложение есть, то вероятность того, что этот маневр, может, с какими-то косметическими правками будет принят, она очень высока. маневр, что этот отменяет, и он гибр, и он того, что это не Усовершенствованы американские технологии. Усовершенствованы советские, усовершенствованы американские, но сейчас они уже имеются на рынке, в принципе, и в Китае достаточно много коммерческих внедрений, в том числе не только в самом Китае, но и в тех странах третьего мира, с которыми они активно сотрудничают. Поэтому мне интересно, насколько у них может быть будущее здесь, в России. Я думаю, что будущее будет, если вы откажетесь. А такая, к сожалению, есть возможность. Потому что я знаю, что на самом высоком уровне в Америке президент собирает руководителей компании и говорит, с Россией не дружить. Есть конкретный факт. Поэтому, если ЮАПИ откажется от нас, то мы пойдем в Китай. Что же делать? Будем ездить, как сегодня, ездим же уже на китайских машинах. Ничего не происходит. Ну, чуть-чуть хуже. Ну, это я так, слово. Потому что, действительно, ситуация непростая. Но то, что китайцы сегодня активно входят на рынок, и практически все крупные китайские компании у нас побывали в офисе и предлагают сотрудничество. Ну, вот у нас есть один пример, не очень приятный, когда по проектированию Танека выбрала китайскую компанию. Отобрала у нас, мы хотели заниматься проектированием гидрочистского бензина. Простая технология, вообще-то говоря, да? Этот самый. Так вот, выбрали китайцев. Китайцы выиграли в два раза дешевле суммы, чем мы дали. Потом они, когда выиграли, пришли к нам, говорят, сделайте нам за эти деньги. Мы, говорят, нет, за эти деньги мы делать не будем. Ну, хорошо. Тогда они взяли, набрали маленькие компании, по-моему, до семи штук, которые сделаются еще более мелкие деньги. И, значит, этот нефть сегодня, ну, так я бы сказал, плачет в этот самый, платочек. Потому что простая установка сегодня проектирует несколько еще более мелких компаний. Поэтому, ну, в целом, Китай, экономика выходит на первое место, значит. Умеют они делать. Поэтому я вижу сотрудничество с ними положительное. Как и наше правительство, видите, заключило, какой договор, сколько миллиардов с Китаем, это уму непостижимо. Спасибо. Еще вопросы будут у аудитории? Если позвольте у меня вопрос к нашему другу из Нексента, к Эндрю. Эндрю, вы упомянули, что растет дефицит дизеля в Европе. Это пока единственный рынок, но этот рынок предназначен не только для России. Как вы думаете, будет идти импорт из других регионов? Ну, пока что я бы сказал, скорее, нет. В США традиционно часть дизеля управляла в Европу, но мы видим, что спрос на дизель растет и в самом США. И, кроме того, идет рационализация несперабатывающих заводов США. Так что, помимо России в качестве источников импорта дизеля, ну, есть еще дизель из Ближнего Востока, но по дизельному топливу пока что я не вижу особых конкурентов у России в Европе. Ну что ж, а есть ли у нас еще вопросы? Да, вот вопрос есть. Спасибо. Владимир Михайлович, вы не боитесь проектировать установку Хаджиева? Она работает при 100 атмосферах, 70. Расказка катализатора 0,05, а Эни, под Миланом, строится под давлением 150 атмосфер. И, как вы говорите, периодически не работает. Ну, безусловно, любая новая технология – это большие риски. Я вам хочу сказать, что эту технологию Солобек-Наэбыч достаточно, я считаю, правильно решил разделить вместе с Шевроном. Значит, Шевроном подписано обязательство. Договоренность такая, почему там на 150 атмосфер? Потому что договоренность такая, что проектируется и гидроконверсия Гудрона, и LC-файнинг в одном стакане. Понимаете? То есть, если вдруг технология не пойдет, то будет работать LC-файнинг. Просто, чтобы вы понимали бы, да, это действительно большие риски. Поэтому Маганов, вот как я уж его уговаривал, на 300 тысяч тонн, он не пошел. Решил остановиться на 50. Ну, любая новая технология – это большие риски, безусловно. Но если это пойдет, то это, безусловно, будет, ну, открытие такого мирового уровня. Поэтому не надо бояться, мне кажется. Кто-то же и в космос запускает корабли. И бывает неудача. Спасибо. Еще вопросы будут? Или напереды, подай? Вы знаете, мы немножечко уже отстали от графика. А, да? Еще последний вопрос. Владимир Михайлович, вот я хочу общий такой вопрос задать. Вы там в своем докладе сказали, что у нас что-то все двигается к тому, что был какой-то там орган, который похож на министерство. Но вот в докладе Колина Чапмина было сказано, что наши проекты внедряются плохо, потому что нет единой точки ответственности. Так может, нам надо, чтобы у нас была такая единая точка ответственности? Или как вы думаете? Ольга Федоровна, ну, ваше мнение совпадает с мнением Владимира Владимировича Путина и Игоря Ивановича Сечина. Поэтому у вас очень серьезные сторонники. Вот на этой апшемистической ноте я предлагаю разойтись на кофе. Давайте все вместе поблагодарим наших докладчиков. Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем нашу трансляцию. Смотрите продолжение завтра в это же время. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!